Приветствую вас! И на момент создания этого ролика у вас не было ни одного ответа к вашему вопросу. Я не совсем понимаю, почему вам никто не ответил. Я думаю, что ваш вопрос определенно нуждается в том, чтобы на него постараться развить, постараться помочь вам разобраться к себе. И поэтому я постараюсь это сделать. Надеюсь, что вы сможете для себя в нем что-то найти. Итак, заголовок. У вашего вопроса несколько разница с тем, что вы пишете в самом тексте своего сообщения. Министерство достаточно ясно. И надо сказать, что вопрос, который я вам хочу задать, основной вопрос, который здесь является центральным, но на который вы, что и понятно, не отвечали. Может быть, вы посчитали это ненужным, личным. Может быть, вы вообще подумали, что не нужно на это отвечать, потому что это ваше личное. Некоторые люди хотят в общении с психологом сохранить какие-то личные границы. И если так, то ваше желание к этому я уважаю. Но хочу предупредить сразу, что из-за этого могут быть определенные неточности, потому что все-таки именно психологические рекомендации базируются на полноте информации, которые представляет клиент. Итак, вы пишете, что вы не увидели перспектив с этим мужчин. И первый вопрос, который у меня возник, когда я прочитал это, он заключался в том, а, собственно, почему вы не увидели перспектив? Какие вам нужны перспективы? Подумал я. И также я подумал о том, а вот вы не увидели перспектив, но предложили мужчине только секс. То есть на тот момент вам было нужно именно то, о чем вы писали дальше, в дальнейшем своем сообщении. Вы писали о том, что вы не хотите быть такой женщиной, которой нужны только сутимные взаимоотношения. Вы хотите больше душевности, больше истинности, больше какого-то тепла, больше какого-то, значит, доверия и так далее. И вы знаете, тот момент, который мне бы хотелось прояснить вам, заключается вот в чем. Когда вы сделали человеку подобное предложение, вы ведь были в одной ситуации, в одном состоянии, у вас были свои цели, и потом, в какой-то момент времени, что-то изменилось. И после этого вы уже хотели другого. Хотели и хотите другого. Теперь вы хотите в большей степени доверия, теперь вы в большей степени хотите, там, любви, ласки, тепла, да, и так далее. И, судя по всему, вы хотите этого от мужчины. Мужчины, которому вы предложили свободные и независимые отношения. Мужчины, которому вы как будто бы сами сказали, у нас с тобой только вот время провождения, и не более того. То есть отношения без обязательств. Возникает вопрос, а что изменилось? Почему вы не видите с ним перспектив, и согласитесь на, ну, наверное, безысходности вы согласились на такие вот свободные отношения, потому что не хотели быть одна. Я так понимаю. Ага. Вы сейчас изменили свою позицию. Что на это повлияет? Может быть, у вас чувства проснулись к этому мужчине? Может быть, вы привыкли к нему? Просто привыкли, потому что он с вами проводит время, и теперь хотите, чтобы он был ваш. Вы, как женщина, привыкли к мужскому вниманию, к мужской защите, к мужскому теплу, к мужскому присутствию в вашей жизни. И теперь вы хотите этого больше, потому что ваши потребности со временем растут. За то время, что вы с мужчиной, вы начали ему, возможно, больше раскрываться. А мужчина этого не увидел. Точнее, может быть, он даже это увидел, но ему это не нужно, потому что вы сказали ему определенные вещи. И он, как адепт, как субъект формального мышления, на это и опирается. И он имеет полное право считать, что то, что вы делаете, все, что вы делаете, вы лично и вы, как пара, не имеет никакого значения для ваших отношений. И в этой ситуации, если у вас появились к нему чувства, то нужно об этих чувствах ему сказать. Быть может, мужчины начнут от вас отдаляться именно потому, что тоже нужно испытывать чувства, но, помятуя о том, что вы сказали, так же, как вы боитесь эти чувства проявлять. В любом случае, если у вас с ним действительно появились какие-то чувства, и вы их не выразите, то вы будете об этом желать. Так и не узнав, были ли они взаимны или нет. И если вы решите выйти, то у вас будет изрядная доля от того, что вы ушли, так и не раскрыв своих желаний, так и не, так сказать, не показав своих ощущений, своих чувств, своей направленности к мужчине. Если же у вас имеется только привычка, то есть именно образ жизни вам нравится, то в таком случае, конечно, мне нужно отношения разрывать, потому что вы, как женщина, привыкаете к определенному образу жизни, брат, а потом эта женщина стремится к стабильности и определенности, а мужчина, будучи кочевником, к этому непримятным. И если он встретит ту женщину, которая будет разделять его взгляды и которая с ним перспективы увидит, которая захочет создать с ним семью, он легко от вас уйдет. И вы, потеряв привычный образ жизни, будете, естественно, страдать. Поэтому будет лучше, если в данном случае вы сами эти отношения провете. Нельзя привыкать к тому, кто вам не дорожит, нельзя привыкать к тому, что ничего вам не обещал, нельзя привыкать к тому, что изначально является непостоянным и свободным. Это следующий момент. Далее. А далее хочется вам сказать такую вещь, о которой вы пишете в конце. что мужчина не делает вам комплиментов, что мужчина не ухаживает за вами и так далее. Когда я читал этот момент, я подумал, что вы, наверное, вот этим абзацом отвечаете себе, отвечаете нам, точнее, на вопрос, почему вы не увидели перспектив с этим мужчиной. Наверное, именно это отношение и помешало увидеть вам определенные перспективы в будущем. Возникает вопрос. Мужчина как себя вел с вами, так он себя ведет. Увидели ли вы перспективы с ним за это время? Почувствовали ли вы, что можете с ним жить? Почувствовали ли вы, что вы можете создать с ним семью? Изменилось ли ваше отношение в плане перспективы по отношению к мужчине или нет? Если вы ощущаете, что теперь перспективы все-таки есть, и эти перспективы вполне возможно реализовать вам с ним, то нужно ему как минимум об этом сказать. Сказать, что за время вашего общения, за то время, что вы вместе провели, вы поняли, что были неправы относительно восприятия мужчины, и что готовы с ним создать семью. Опять-таки, если вы увидели перспективы для себя, то мужчина как минимум достоин того, чтобы вы ему об этом сказали. потому что если вы этого не сделаете, то в случае, если решите расстаться с ним, прервать отношения, вы будете жалеть и гадать, а что бы было, если бы я ему призналась. И вот это не определенность, это не возможность реализовать себя, это упущенная возможность, она может преследовать вас всю жизнь, мешая вам строить даже новые отношения, новую семью и так далее. Поэтому нужно получить какой-то результат при наличии вашей личной заинтересованности, при наличии появления искренности, то есть в случае, если у вас к мужчине появились чувства или в случае, если вы с мужчиной увидели перспективу. Это и есть случай, когда вам нужно сказать о том, что вы думаете, что вы чувствуете, что вы видят. Если же вы начали тревожиться именно по своим интересам, потому что вы сами привыкли, то тогда выяснять отношения не нужно, говорить мужчине тоже ничего не нужно, но при этом стоит обезопасить себя от привыкания и такие отношения завершить. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. поможем. Спасибо. Продолжение следует...